Показать свою работу в действии. Этим отличается выставка технического творчества от любой другой. Ее экспонаты – результат серьезного мыслительного процесса. Их воплощение – непростое, но увлекательное занятие. Это твой, да? Да. Скажи, как он называется, что он умеет? Ну, его называется «Знаб». Он умеет кусать, ездить, ездить, поворачивать. А для чего это ты сделал такого робота? Так просто захотел сделать. А для чего он может применяться, в принципе? Ну, не знаю. А так просто пугать некоторых. Играть просто в свободное время. А вот в 50-м детском садике решили, что техническая поделка должна быть в первую очередь практичной. И представили проект робота-мусоросортировщика. Дети тоже понимают, что мусор должен быть собран, и то, что его надо сортировать, а не просто так все вместе куда-то вывозить. И они изобрели такого робота, который складывает пластиковый мусор отдельно, отдельно бумагой, отдельно биологический мусор. И вот у него есть такой квадрокоптер, который помогает ему. Дети решили, что должен быть какой-то помощник, который находит, где находится мусор несобранный, и туда направляет этого робота. Выставка детского технического творчества стала первым мероприятием городского форума «Научно-технический потенциал Копейска». 31 января во Дворце Творчества прошло его торжественное открытие. В реале сегодняшнего дня выдвигают все новые и новые требования совершенно о другом содержании образования, его технической составляющей и направленности. И подготовка инженерных и рабочих кадров – это первостепенная задача системы образования. И начинается она, конечно, с начальной ступени общего образования с дошкольных учреждений и имеет свое продолжение в общем и дополнительном образовании. Программа форума обширна. Кроме заседаний и круглых столов по профориентации будут работать конкурсные площадки по ландшафтному дизайну и современному оборудованию. Проекты юных техников оценят школьные и вузовские преподаватели. Дополнительное образование выполняет три ключевые функции, одна из которых – это предпрофессиональная подготовка и профориентация. И сегодня молодые ребята, получая новые навыки, в том числе определяются с будущей профессией, которая может стать основой их жизни. Принято президентом решение в своем послании в 2016 году. Он сказал о том, что Россия должна входить в десятку мировых стран по развитию технического направления. Для этого есть национальный проект образования, его раздел «Успех каждого ребенка». И в Челябинской области на развитие технического творчества в ближайшие пять лет планируется направить более 1,3 миллиарда рублей, что позволит действительно поставить техническое творчество на уровень сегодняшнего дня. Вот, наверное, ключевое – на уровень сегодняшнего дня, для того, чтобы дети видели реальное производство, реальное оборудование, на которое у них учатся, и они могли развиваться, создавая реальные проекты. Мероприятия форума пройдут на разных площадках. Участников из 20 образовательных организаций будут ждать во Дворце творчества, Станции юных техников, Политехническом колледже и Седьмой школе. Свою работу форум завершит с 7 февраля. И с той целью, что…